Поздно ночью 26-летний водитель решил подработать и подвезти двух пьяных молодых людей до поселья. Это был его последний маршрут. Преступление было довольно сложно, было совершено в условиях неочевидности, так как не было ни свидетелей, ни каких-либо данных, предполагать о том, что эти лица совершили преступление, у нас не было. Потерпевший после выезда из дома ни с кем не созванивался, я никому не говорил, что маршрут свой никому не говорил. Когда уже подъехали к дому, молодые люди убили таксиста и перегрузили тело в багажник. На месте преступления до сих пор видны следы крови. Мы с матерью спали, я даже не слышал. Ну, здесь, говорит, убили его. Вот как его затолкали, миглик туда и куда уж вывезли, я не в курсе. Это преступление вряд ли удалось бы раскрыть, если бы не ДТП. Пьяные убийцы направились в сторону Иркутска. Во время движения они не заметили фуру и попали в аварию, после чего скрылись. Однако в машине они оставили свои следы. При осмотре автомашины были изъяты множественные отпечатки пальцев, в том числе принадлежащие подозреваемым. По криминалистическим учетам МВД было установлено, что отпечатки пальцев принадлежат гражданину, который ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. Во время задержания преступники не оказали сопротивления. Позже они рассказали, зачем убивали и где оставили тело таксиста. Они его намеренно хотели убить? Да, они предварительно договорились, распределили роли, какие действия будут производить. Спрятав труп предварительно, забрали машину и на машине поехали в сторону города Иркутска. Цель была завладеть транспортным средством. Самое простое – это остановить такси. Что они сделали? Один из задержанных ранее судим. Он освободился в сентябре прошлого года и уже разыскивался за совершение кражи и угон. Сейчас к этим двум статьям добавится статья «Убийство и разбой». Надежда Хлыстова, Александр Хомаганов, Новости дня.